Hey, how you doing? С вами Таня Старикова, онлайн-школа Skyeng и нескучный английский. И у нас новый замут, серия видео про то, что посмотреть и почитать, чтобы резко стать очень умным. И начнем с книг. Причем мы, как уважающие себя сливки общества, будем учиться у лучших. У Билла Гейтса, Марка Цукерберга и Илона Маска. Посмотрим, какие книги по саморазвитию посоветуют они. Готовы? Поехали! Кстати, в конце видео будет еще подарок для самых амбициозных. Вот вообще, честно, прям подарок. Вообще без условий даже. Плюс вы еще там получаете много всяких бонусов. В общем, ссылки в описании. Кстати, очень рада, что вам нравится видео Вени. Да, у нас теперь два ведущих на канале. И у одного из них идеальное произношение, знакомые в Лос-Анджелесе и очень неизбитые темы у роликов. Но у Вени тоже хорошие ролики получаются. Но это вы уже сами проверите. Для того, чтобы посмотреть его видео, нужно нажать вот сюда, вот сюда. Ну а пока мы с вами тут наедине, давайте приступим к нашему первому герою Илону Маску. Его спрашивают после трех неудач подряд. In a row. Подряд. Думали ли вы, что пора, ну, завязать со всем этим? To pack in. Такое классное разговорное выражение, типа, бросить что-то, завязать с чем-то. To pack in. Ну, типа, собраться, как бы, и уйти. To pack in. Но Илон не сдается. И нам интересно, что у него там есть, что почитать, что, чтобы тоже не сдаваться. Книга, которую он советует, написал Питер Тиль и называется она Zero to One, то есть от нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее. Там разбирают, как стартапы превратились в огромные монополии, на примере Facebook, Microsoft, eBay, Twitter и многих других. Причем там много о том, как создать такую успешную команду, как вообще мыслят стартаперы. Например, вот классная фраза из этой книги. То есть успех никогда не бывает случайным. Случайно. Вообще, конечно, как любая, наверное, бизнес-литература, эта книга рассчитана на такой достаточно высокий уровень английского, но если запастись словарем и, главное, терпением, то можно осилить ее с уровнем intermediate. A definite person determines the one best thing to do, and then does it. Давайте разберем эту фразу. To pursue – преследовать что-то, следовать за чем-то. Например, to pursue a goal, то есть стремиться к какой-то цели. To pursue a dream – преследовать какую-то свою мечту. Еще одно классное слово здесь mediocrity – посредственность. Mediocre – посредственный. И, наконец, well-roundedness – такая, типа, всесторонняя образованность. Вообще, в разговорном языке используется достаточно редко, чаще как прилагательное – well-rounded, то есть всесторонне образованный такой чувак. Но, знаете, если вы вдруг поймаете себя на мысли, вот, они, типа, все тут такие всесторонне образованные, а я – нет. То посмотрите вот следующий отрывок про то, как Илон Маск про свидание про свои рассказывает. Так что прокачивайте себя со всех сторон. Курсы пикапа мы еще не ведем, а вот английскому учим и ждем вас на занятиях в школе Skyeng. Запишитесь на пробный урок, он бесплатный, и занимайтесь преподавателем, которого вам индивидуально подберут. Ссылка на занятия в описании и много всяких бонусов. Ну, а мы переходим к Биллу Гейт. Крутое слово здесь – a dropout, то есть студент, ученик, который бросил учебу. Ну, а книга, которую советует Билл Гейт, это «Магия реальности», в которой глава называется, типа, что такое радуга, кто был первым человеком, из чего все сделано. Такая вот. И, кстати, она подойдет для уровня pre-intermediate, потому что она рассчитана на школьников. Например, вот цитата из книги. То есть, этот мир состоит из настолько крохотных вещей, что они вообще невидимы невооруженному глазу. Обратите внимание, что не by the naked eye, типа, не глазом видимы, а to. Ну, а мы переходим к последнему из трех китов, к марку Цукербергу. Он, кстати, тоже dropout, он бросил Гарвард. И вот в 2017 году ему вручили диплом почетного доктора Гарварда. И вот его супер радостная речь про то, как ему пришло письмо о зачислении в Гарвард. Такое радостное аж тошно, как вы смотрите на эти вечно позитивные блогерские лица. Так вот, Марк советует книгу Creativity Incorporated, то есть корпорация гениев. Автор Эд Кэтмилл, президент самого успешного анимационного стартапа в мире. И да, я имею в виду Pixar. Она тоже рассчитана на достаточно высокий уровень английского языка, но в ней очень много интересных идей. Например, вот. То есть неудача – это не обязательно зло. Вообще, это вообще не зло. Скорее, это неминуемое последствие попыток сделать что-то новое. И вы чувствуете, как видео плавно подходит к тому самому моменту с подарками? Сейчас, погодите. Сейчас все будет. Давайте сначала повторим основные выражения. To pack in – разговорное выражение, обозначающее завязать с чем-то. Ну, типа, бросить. Умные фразы в Инстаграм, чтобы написать. То есть успех никогда не бывает случайным. Следовать к чему-то, добиваться чего-то, стремиться. Mediocrity – посредственность. Mediocrity – посредственный. Well-rounded – всесторонне развитый, с широким кругозором. Ну и dropout – то есть ученик, который бросил учебу. It's kind of ironic that I'm a dropout. Кстати, список этих книг будет доступен внизу в описании. И еще основатели школы Skyeng, они очень умные ребята, сделали такой же список при помощи друзей и партнеров. Там на секундочку 844 книги. Но их можно фильтровать по целям и задачам. Короче, этот список тоже в описании. Ну и вот он, час подарков от нашего партнера, издательства Litres. Вы можете скачать себе книгу Litres «Нешаблонное мышление. Проверенная методика достижения амбициозных целей» автора Джона О'Кифа по промокоду Skyeng17. А еще по этому купону вы можете купить любую книгу Litres со скидкой 30% в течение 3 дней с момента активации промокода. Ну то есть типа вот в течение 3 дней от сегодня. А книгу можно скачать до 31 октября. Читайте с удовольствием, потому что помните, что... Ну а с вами была Таня Старикова и онлайн-школа английского языка Skyeng. Goodbye! See ya!